Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Павлов, тренер и эксперт по Microsoft Office и MVP по Excel, автор проекта PlanetaExcel.ru, надстройки Plex, куча полезных макросов и нескольких книг и онлайн-курсов по этой теме. Если вы не совсем уж начинающий пользователь Microsoft Excel и знакомы с таким замечательным инструментом, как сводные таблицы, то, возможно, помните, что при построении сводной таблицы в первом же диалоговом окне, где нас просят задать исходный типозон и выбрать место для вставки сводной, есть внизу одна неприметная, но очень важная галочка «Добавить эти данные в модель данных» и, чуть выше, переключатель «Использовать модель данных этой книги». Когда я показываю эти опции на живом тренинге, обычно полгруппы делают большие глаза и признаются, что не замечали этих функций, хотя они присутствуют в Microsoft Excel уже 7 лет, аж с 2013 версии. К сожалению, очень многие, даже давно знакомые со сводными и успешно применяющие их в работе пользователи, порой не очень понимают смысл этих опций и никогда их не используют. И зря, ведь создание сводной по модели данных дает нам несколько очень важных преимуществ по сравнению с классической сводной в Microsoft Excel. Однако, перед тем, как рассматривать эти плюшки вблизи, давайте сначала разберемся с тем, что же такое, собственно, эта модель данных. Модель данных – Data Model. Это специальная область внутри файла, где можно хранить табличные данные. Одну или несколько таблиц, при желании даже связанных между собой. По сути, это маленькая база данных. Может быть, вы слышали термин «alab cube». База, встроенная прямо внутрь книги Excel. По сравнению с классическим хранением данных в виде обычных, умных или глупых, неважно, таблиц на листах самого Excel, у модели данных есть несколько серьезных преимуществ. Во-первых, размер таблиц может достигать 2 миллиардов строк, что существенно больше, чем в Excel, где на лист, если помните, вмещается чуть больше миллиона. Несмотря на гигантские размеры, обработка таких таблиц, фильтрация, сортировка, вычисление по ним по стране сводных выполняются очень быстро. Гораздо быстрее, чем в самом Excel. Кроме того, вся информация, загруженная в модель данных, очень сильно сжимается при помощи специального встроенного архиватора и, как следствие, весьма умеренно увеличивает размер исходного файла, где хранится наша модель. Плюс ко всему, с данными, загруженными в модели, можно производить дополнительные, при желании весьма сложные, вычисления с помощью встроенного языка DAX – Data Analysis Expressions. Ну а управлением всей моделью и вычислениями по ней занимается специальная встроенная в Microsoft Excel надстройка PowerPivot, о которой я уже делал несколько видеоуроков. Чтобы включить эту надстройку в вашем Excel, перейдем на вкладку Разработчик. Если ее не видно, то можно щелкнуть правой кнопкой мышки в любое место ленты, выбрать команду Настройка ленты и поставить соответствующую галочку. А на вкладке Разработчик воспользуемся кнопкой Надстройки.com. В списке доступных надстроек пометим надстройку PowerPivot и нажмем на ОК. Если же в этом списке надстройка PowerPivot у вас отсутствует, значит она, к сожалению, не входит в ваш пакет Microsoft Office. Хотя сейчас такая история, наверное, уже редкость. Жмем на ОК. И на появившейся вкладке PowerPivot можно нажать на кнопку Управление. Такая же, кстати, кнопка, только менее приметная, находится и на вкладке Данные. В группе Работа с данными. Нажатие на любой из них откроет поверх окна Microsoft Excel новое окошко надстройки PowerPivot, где мы увидим все данные после загрузки их в модель. Особо хочу отметить, что в одном файле Microsoft Excel может храниться только одна модель данных. Пока здесь, конечно, пусто, так что давайте-ка сюда что-нибудь загрузим. Вернемся в Excel и быстро познакомимся с нашей задачей. На листе данных у нас находится умная таблица продажи, где фиксируется в виде отдельных строк каждая сделка по продаже автомобилей или автозапчастей. На соседнем же листе справочники присутствуют еще две дополнительных таблицы с расшифровкой моделей по брендам и офисов по городам. В обязательном порядке все эти исходные таблицы нужно превратить в динамические, умные. Либо используя на главной вкладке команду форматировать как таблицу, либо сочетанием клавиш Ctrl-T. Также крайне желательно, чтобы потом в этих табличках не запутаться, на вкладке конструктор, которая появится после превращения таблицы в умную, каждой таблице дать адекватное, понятное имя. На этом все подгодовитные операции исчерпываются и можно грузить наши данные в модель данных. Первый и самый простой способ заключается в том, что вы ставите активную ячейку в любое место вашей умной таблицы и на вкладке Power Pivot жмете на кнопку «Добавить в модель данных». Текущая умная таблица загружается в окошко Power Pivot и попадает на свою отдельную вкладку. Другой способ загрузки заключается в использовании еще одной надстройки – Power Query. Этот путь чуть дольше, но зато позволяет по ходу причесать и облагородить наши исходные данные, если они того требуют. Например, во второй таблице справочники по городам, как видите, имеет место некий колхоз в данных, есть дубликаты, проблемы с пробелами и разношерстный регистр. Чтобы исправить все эти косячки, сначала загрузим нашу таблицу в Power Query. Для этого на вкладке «Данные» воспользуемся кнопкой «Из таблицы диапазона» и в открывшемся окошке редактора Power Query выполняем все причесывания. В частности, правой кнопкой мышки по столбцу «Город» и выбираем в контекстном меню команды «Преобразование» «Усечь». Так мы избавились от лишних пробелов. И там же еще раз правой кнопкой «Преобразование» исправляем регистр. Каждое слово с прописной. Чтобы избавиться от дубликатов, выделим оба столбца, удерживая клавишу Ctrl или Shift и щелкнув правой кнопкой мышки по шапке, выберем «Удалить дубликаты». Само собой, в вашем случае преобразования таблицы могут быть гораздо более сложными. Здесь весь функционал настройки Power Query к вашему услугу. После того, как таблица причесана, осталось загрузить ее в модель данных Power Pivot. Для этого на главной вкладке выбираем команды «Закрыть и загрузить». «Закрыть и загрузить в». И в следующем окне только подключение и самая главная галочка «Добавить эти данные в модель данных». Жмем на «Ок». И проверяем, как наши города и офисы загрузились в модель данных. Все замечательно. Ну и, наконец, третий способ загрузки данных в модель совмещен прямо с созданием сводной таблицы. Если вернуться в Excel, поставить активную ячейку внутрь той умной таблицы, которую мы хотим загрузить, и начать строить сводную стандартным образом, вкладка «Вставка», «Сводная таблица», но при этом в привычном окошке включить флажок «Добавить эти данные в модель данных», то текущая умная таблица будет загружена в модель, и по ней сразу будет построена сводная. Давайте опять проверим нашу модель. Вкладка «Power Pivot», кнопка «Управление». Как видите, таблица продажи тоже успешно загрузилась. Кстати, построить сводную таблицу по модели данных можно прямо отсюда, из окошка «Power Pivot». Для этого на главной вкладке есть выпадающий список «Сводная таблица», где на выбор предлагается несколько вариантов построения сводных таблиц, сводных диаграмм и даже комбинации из двух или четырех диаграмм одновременно. Выбирая здесь сводную таблицу, мы вернемся обратно в Microsoft Excel, где нам предложат выбрать место для ее расположения, новый или существующий лист. И после нажатия на «Ок» можно будет перейти к построению сводной. Теперь, когда мы разбрались с тем, как загружать данные в модель данных и строить по ним сводную, давайте наконец изучим те плюшки и преимущества, которые нам это дает. Обычная сводная может быть построена только по данным из одной исходной таблицы. Если у вас таких таблиц несколько, например, продажи, прайс, справочник по клиентам, регистр договоров и еще что-нибудь, то сначала придется собирать данные из всех таблиц в одну с помощью функций типа WPR, GPR, индекс, поиск POS или им подобных. Это долго, муторно и вгоняет ваш Excel в задумчивость при большом количестве исходных данных. В случае со сводной по модели данных все гораздо проще. Достаточно один раз настроить связи между таблицами в окошке PowerPivot и можно спокойно строить отчет, не забудьте о том, из каких таблиц какие поля вы забрасываете в сводную. Для настройки связей давайте откроем окошко PowerPivot и перейдем в представление диаграммы. Каждая загруженная в модель таблица в этом режиме представляется в виде отдельного прямоугольника со списком полей, столбцов внутри. Для создания связей останется перетащить общие, ключевые, названия столбцов между таблицами. Так, например, поле модель из таблицы продажи мы бросаем на поле модель в таблице авто, а поле офис из таблицы продажи бросаем на аналогичное поле в таблице справочники по городам. После этого можно вернуться в Excel и спокойно закидывать в области сводные строки, столбцы, фильтры, значения любые поля из любых связанных таблиц. Все будет связываться и подсчитываться уже автоматически. Так, например, из таблицы авто возьмем бренд и бросим в область строк, а из таблицы с городами город закинем в столбцы. В область значений же забросим сумму из таблицы продажи. Никаких проблем, все считается. Обратите внимание, что в списке таблиц у нас две таблицы с названиями город, но одна с желтым значком. Именно она является результатом выгрузки причесанных данных из Power Query. Таблица с таким же названием, но без желтого значка это исходное умное до причесывания. Ну и лучше ее, конечно, в отчете не использовать. Обычная исходная таблица дает нам возможность выбрать одну из нескольких встроенных функций расчета. Сумму, среднее, количество, минимум, максимум и так далее. В сводной по модели данных к этому стандартному списку добавляется еще одна весьма полезная функция подсчета количество уникальных, не повторяющихся значений. С ее помощью, например, можно легко подсчитать количество уникальных наименований товаров, которые мы продаем в каждом филиале. Смотрите, если забросить офис в область строк, а из таблицы продажи модель в область значений, то мы получим просто число элементов в столбце модель. По сути, это количество строк в исходной таблице или количество сделок по каждому офису. Однако уникальных названий моделей автомобилей в каждом филиале, как вы, наверное, догадываетесь, было продано существенно меньше. Чтобы подсчитать именно их, еще раз забросим модель в область значений, щелкнем правой кнопкой мышки по дубликату нашего поля, выберем команду параметры полей значений и в открывшемся окне из списка доступных математических операций в самом конце, смотрите, у нас появилась новая функция, которая не была в обычных сводных таблицах число разных элементов. Жмем на ОК и получаем количество уникальных наименований автомобилей, проданных в каждом офисе. Иногда в сводных таблицах приходится выполнять различные дополнительные вычисления. В обычных сводных это делается с помощью вычисляемых полей и объектов, а в сводной по модели данных для этого используются меры, формулы внутри сводной на специальном языке DAX Data Analysis Expressions. DAX — это красивый и мощный язык, где к вашим услугам более 250 различных функций. Некоторые из них имеют экселевские аналоги, некоторые нет, но все можно использовать в ваших сводных. Рассмотрим простой пример. Во многих бизнес-задачах при расчете среднего чека или среднего объема закупки вместо среднего арифметического используют медиану — центральное значение. Если вы напрочь забыли школьный курс математики, давайте я быстро напомню, что это. Если у вас есть несколько значений — 6, 3, 5, 4 и 100, и вам нужно почитать по ним средние, то вы их, конечно, сложите и поделите на количество чисел. Полученный результат будет очень сильно подвержен влиянию выбросов — экстремальных, очень больших или очень маленьких значений. В нашем примере это 100. Из-за этого среднее окажется сильно задрано вверх. Если же мы считаем медиану, то все исходные числа просто выстраиваются по порядку, по возрастанию, и затем берется центральное значение — число, оказавшееся в середине. И наш выброс — сотня — на результат уже не влияет, что дает нам более честное среднее по сравнению с классическим вариантом. Проблема в том, что в обычных сводных таблицах медианы нет в списке доступных функций. Однако мы можем легко обойти эту проблему, создав меру в нашей сводной по модели данных на языке DAX. Давайте забросим в область строк из таблиц авто, например, бренды, а из таблицы продажи в область значений закинем сумму. Для наглядности поменяем тип расчета поля правой кнопкой мышки «Итоги по» на среднее. Это как раз обычное, классическое среднее. И теперь добавим меру для расчета медианы. Щелкнем правой кнопкой мышки по таблице продажи. Выберем команду «Добавить меру». И в открывшемся окне введем имя меры, ее описание, и в нежестоящее окно формулу на языке DAX. Можно писать ее вручную, так же, как вы это делаете в строке формул Microsoft Excel. Само собой будут появляться подсказки. Или же можно воспользоваться кнопкой FX, которая откроет список всех доступных функций. Из Акадакс, откуда можно выбрать категорию и нужную функцию из представленного списка. После нажатия на ОК останется ввести аргументы. В нашем случае это столбец сумма из таблицы продажи. Закрываем скобку. И в нижней части сразу же можно уточнить числовой формат. Это еще одна приятная особенность сводных таблиц в модели данных. Обычная сводная не позволяет зафиксировать числовой формат для поля. И каждый раз закидывая одно и то же поле в вашу сводную таблицу, вам заново, каждый раз придется настраивать для него числовой формат, что немного достает. Здесь же, единожды создав меру, мы можем присвоить ей и формат. Ну, например, денежный в рублях и без копеек. Нажимаем на ОК. В списке полей сводной таблицы, смотрите, появилась наша мера, обозначенная характерным значком FX. И теперь мы можем ее использовать в любых сводных таблицах, создаваемых в будущем по нашей модели данных. Удобно, правда? Часто при создании типовых отчетов приходится забрасывать в сводные таблицы одни и те же комбинации полей в одну и той же последовательности. Например, год, квартал, месяц, день. Или категория и товар. Или страна, потом город и клиент внутри города. В сводной по модели данных эта проблема легко решается созданием собственных иерархий. Для этого в окошке Power Pivot в режиме представления диаграммы нужно, удерживая клавишу Control, выделить те поля, которые вы хотите объединить в иерархию, а затем щелкнуть по ним правой кнопкой мышки и выбрать команду «Создать иерархию». Останется ввести ее имя и при необходимости поменять последовательность полей внутри иерархии перетаскивания. Если теперь вернуться в Microsoft Excel и построить еще одну сводную через вставка «Сводная таблица» не забудьте только поставить переключатель в положении «Использовать модель данных» этой книги, то справа в панели полей сводной таблицы, развернув таблицу продажи, мы увидим нашу иерархию. Забросив ее, например, в область строк, мы сразу получим нужную конфигурацию вложенных полей лет, кварталов, месяцев и номеров недель. То же самое можно проделать, например, и для менеджеров и филиалов, в которых они работают. Вернемся в окошко PowerPivot. Выделим офис и менеджеров. И правой кнопкой еще раз создадим иерархию. После чего, вернувшись в Excel, можно будет успешно ей воспользоваться. Внутри каждого офиса будет список людей, которые там работают. Продолжая идею из предыдущего пункта, в сводной по модели данных можно создавать еще и свои наборы элементов для каждого поля. Например, из всего списка городов можно легко сделать набор только тех, которые входят в зону вашей ответственности. Или собрать в отдельный специальный набор только своих клиентов, свои товары и тому подобное. Закинем, например, города и бренды в область строк и суммарную выручку в область значений. После этого на вкладке «Анализ» сводной таблицы в выпадающем списке поля, элементы и наборы станет активной команда «Создать набор по строкам». Создать набор по столбцам мы пока не можем, потому что в область столбцов ничего не забрасывали. После выбора этой команды появится специальное диалоговое окно, где мы можем настроить, какие именно элементы мы хотим видеть в нашей сводной. Введем имя набора и отредактируем набор строк, которые хотим отображать. Можно удалить ненужные строки, добавить новые или при помощи стрелочек поменять положение строк в таблице. После нажатия на «Ок» созданный нами набор будет отображен в сводной. Теперь в будущем при построении любой сводной таблицы мы можем использовать созданный набор, выбрав его справа в списке полей сводной таблицы из появившейся там специальной папочки. Если вы загрузите в модель данных много таблиц, в каждой из которых будет, в свою очередь, много столбцов, то прокручивать весь получившийся список полей в правой панели сводной таблицы становится просто неудобно. Кроме того, бывают ситуации, когда некоторые из этих таблиц или полей вы не хотите показывать конечному пользователю. В сводной по модели данных такие временно ненужные объекты можно легко скрыть. Для этого перейдем в окно «Power Pivot», где по любому полю в любой таблице можно щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать команду «Скрыть из набора клиентских средств». То же самое можно проделать и с целой таблицей. Скрытые объекты перестанут отображаться в списке полей сводной таблицы. Смотрите. У нас пропала таблица «Города 1», а в таблице «Продажи» пропало поле «Менеджер». Меньше знаешь, крепче спишь. Если в обычной сводной таблице сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по любой ячейке в области значений, то Excel выводит на отдельном листе копию фрагмента исходных данных, которые участвовали в расчете этой ячейки. Это очень удобная штука, официально называющаяся «Drilldown». На русском обычно говорят «провалиться». В сводной по модели данных этот принцип тоже работает, однако же выводит не все, а только первую тысячу строк. Кроме этого, есть другой вариант «Drilldown», работающий более тонко. Встав на любую интересующую нас ячейку в сводной таблице, можно воспользоваться появляющимся рядом значком с лупой «Экспресс-тенденцией». Сводная спросит, куда мы хотим углубляться, что именно нас интересует. Допустим, нам нужно получить детализацию по городам, в которых продавалась Мазда. Разворачиваем список городов и проваливаемся на уровень детализации город. Бренд «Мазда» уходит в фильтры, а наша сводная превращается в отчет по городам. Аналогичным образом можно получить подробности и по офисам. Ну, например, в Питере. А внутри офиса по моделям. И так далее, и так далее. Копайте на любую глубину, которая вам требуется. Еще одно большое преимущество сводных по модели данных — это возможность преобразовать всю сводную в формулы, а точнее в функции кубов. Если выделить любую ячейку в сводной и перейти на вкладку «Анализ сводной таблицы», то в выпадающем списке средства OLAP будет команда «Преобразовать формулы». Теперь значения в области строк, столбцов и, собственно, значений сводной таблицы будут извлекаться из модели данных с помощью специальных функций кубов — куб «Значения» и куб «Элемент». Не помогать, не мешать ему при этом не нужно, все произойдет автоматически. И технически это означает, что теперь мы имеем дело не со сводной, а с несколькими ячейками с формулами. То есть спокойно можем делать с нашим отчетом любые преобразования, недоступные в сводных. Например, вставлять в середину отчета новые строки или столбцы при необходимости. Выполнять внутри сводной любые вычисления. Например, посчитать долю Оренбурга относительно Питера или что-то существенно более сложное. Это уже не сводные, а простые ячейки с формулами. Можете вытворять с ними все, что угодно. При этом связь с исходными данными само собой остается. Это не куча чисел, а динамически обновляемые формулы. Так что при изменении исходных данных на листе данных или в справочниках все эти формулы будут автоматически обновляться. Красота! Ну что ж, пора, наверное, закругляться. И так это видео получилось длиннее, чем обычно. Надеюсь, я донес до вас мысль, что использовать модель данных для построения сводных это не так уж сложно. Зато дает вам кучу преимуществ по сравнению с классическими сводными таблицами. Попробуйте использовать не что-нибудь из этих плюшек на работе и напишите в комментариях, получилось или нет. Спасибо, что смотрели. Берегите себя, будьте здоровы и возвращайтесь сюда за новые порции знаний. Ведь когда знаешь, все просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова